Всем привет! Хочу рассказать вам о замечательном человеке Ашаталове Викторе Фёдоровиче. Умер он в возрасте 93 лет. Родился 1 мая 1927 года. Умер он 2 года назад. Значит, место рождения город Сталин Украинской ССР. Ну, насколько я понимаю, город потом был перименован в город Донецк. Вот у него графа гражданства СССР, Украина, ДНР. То есть Донецкая Народная Республика. Вот такие бывают интересные вещи. Вот здесь конкретно прямо написано. Что в 2014 году он стал гражданином Донецкой Народной Республики. Вот. Значит, в 2020 оставалось 6 лет ему до кончины. А он человек вот взял и не побоялся и стал гражданином Донецкой Народной Республики. Что-то бы это дозначило. Знаменитый он был тем, что он создал уникальную методику обучения детей. И самых отъявленных двоечников он брал, помнится, у него был такой класс под буквой Г. Так вот, он из них делал круглых отличников за очень короткое время. У него, значит, осталось очень много учеников. И вот, если посмотреть, значит, есть такой сайт. Значит, он называется вот Донецк.ру. Вот я не знаю, у меня тут получится или нет, сейчас это дело увеличить немножко. Ну вот. Шаталов Скулс.ру. То есть, школы Шаталова. Так вот, у него в этих школах осталось очень много, значит, учеников. Здесь, значит, можно почитать отзывы учеников. Тут даже вот, насколько я понимаю, можно их прочитать там, ознакомиться. Ну, короче, замечательнейший был человек. У него, значит, есть преподаватели школы Шаталова. Вот. Пожалуйста, значит, посмотрите, какой богатый, как говорится, состав. Также вот есть фото-галерея. Тоже, значит, пожалуйста, можете ознакомиться. Даже есть интернет-магазин, где вы можете взять то, что вам нравится. Вот. Всё, пожалуйста. говорить о таком человеке просто очень трудно. Вот. Школа существует уже 17 лет. В ней есть номер телефона. Один, пожалуйста, и второй. есть расписание школы. Значит, на июль двухтысяч двадцать второго года. И где они будут проходить? Ленинский проспект, дом один и схема проезда. То есть, понимаете, вот люди просто вот взяли и вот о таких вот немудрённых вещах, а они просто-напросто подумали. Вот. То есть, его дело, как говорится, живо. Есть, значит, ученики. Ну, а о том, сколько было в сети о нём видеороликов, тоже довольно-таки много представлено. Но я просто хочу вот ещё раз напомнить не только жителям Донецка, а вообще всем учителям, педагогам, что вот здесь они могут, как говорится, получить все необходимые методические материалы, там, посмотреть и так далее. Вот. Есть, вот, пожалуйста, главная, значит, страница. И даже здесь можно, пожалуйста, даже флешка у него есть, как написать изложение, там, сочинение и так далее. То есть, всё, что интересно, вам, пожалуйста, есть. есть у меня, значит, сайт. На этом сайте, значит, вот я пока набираю, значит, там, самые различные, там, ролики о нём. Ну, понимаете, ну, просто, как говорится, удивительно, сколько человек мог сделать. вот, если по-любому, значит, из видеороликов, значит, вот, кликнуть, вот, пожалуйста, и перейти на трубу. Первый вопрос. На каких китах держится система шаталова? И здесь можете, там, всё это дело посмотреть, послушать и так далее. И в сети, естественно, также много информации о нём. Вот, нажимаете играть все. И здесь, значит, уже люди, как говорится, постарались рассказать о его методике. Ну, кто что может, как говорится, с миру по нитке. Ну, ну, просто замечательный. У меня, значит, вот на домашней страничке, значит, вот у меня адресочек такой, linux-романов.cov.uk, вот, вы можете на нём, значит, найти всегда информацию. Значит, ну, что я вам скажу? Ну, вот у меня он стоит после Монтян, я сейчас могу его там подвинуть там, ну, или пусть так. Вот. Ну, вот, понимаете, как? человек стольких и столькому научил, что, ну, это просто, ну, просто диву даёшься. Вот. Вот, даже если нажимать сюда, всё равно, вот, попадёте на него. Учитель шатала. Значит, вот вся информация, значит, имеется здесь. Затем, значит, информация имеется здесь, что вот такой замечательный человек в Донецке жил и умер гражданином Донецкой Народной Республики. А много ли из вас дончан вот об этом знали? Я думаю, что, ну, далеко не все. Поэтому рекомендую вам обратиться, как говорится, вот, к этой краткой информации, вот, особенно, если у кого-то проблемы с детьми, которые не очень хорошо учатся и так далее, вы там найдёте кладезь, кладезь самых различных подходов, как он вёл занятия, как он заставлял, ну, самых-самых отъявленных двоечников учиться и выходить в пятёрошники. У него в классах вообще даже четвёрок не было, всё сдавали на пятёрки и всё поступали в вузы. Вот, что интересно. Пожалуйста, значит, ну, в основном, конечно, это относится к дончанам, потому что у них сейчас не самое весёлое время, как говорится, и прилетает иногда, но, тем не менее, вот, помните о вашем знаменитом гражданине города Донецка, просто о человеке и педагоге с большой буквы. Так что желаю вам всего самого хорошего и всего самого наилучшего и всяческих успехов.